И доигрались. Кембридж в высшей лиге. Речь идет не о маленьком студенческом городе в Англии, а о команде КВН Кемтипа. Впрочем, и словосочетание высшая лига имеет отношение не к спорту, а к юмору. Кемеровские КВНщики по приглашению Александра Маслякова-старшего сезон начнут в главной официальной лиге КВН. Первую игру команда из Кузбасса сыграет уже в начале марта. С веселыми и находчивыми из Кемерово познакомилась наш корреспондент Ольга Коваленко. Команда КВН Кембридж из Кемерово. Совсем скоро эти звучащие, как музыка слова, кемеровские болельщики услышат из уст Александра Маслякова-старшего. О ребятах из команды Кембридж узнает самая широкая аудитория. Впрочем, в околоквеновских кругах они уже хорошо известны. За плечами игры в лиге КВН Азия, лиге Москвы и Подмосковья, первой лиге в Минске. Свою первую игру команда сыграла осенью 2005-го. С годами менялся командный стиль, форма подачи шуток и даже состав. Так из множества образов, идей и типажей появился Кембридж. Когда-то делали ребрендинг, сборный Кемтип хотелось как-то переименоваться. Написали на листках, посмотрели, Кембридж, ну, хорошее название. А потом уже Кем, вроде и Кемтип, и Кема, и Кемерово, и подходит. Путь к высшей лиге был не самым коротким и где-то даже тернистым. Тем приятнее было приехать с сочинского фестиваля команд КВН с сенсационной новостью. Кембридж заметил Масляков-старший. Не будем греха таить, конечно, не ожидали. Мы уезжали на сочинский фестиваль в смысле попасть в телевизионную премьер-лигу, но никак не в высшую. Потому что мы к этому готовились, даже играя в позапрошлом году в первой лиге. Мы думали, что в прошлом Сочи мы попадем в премьер-лигу. Но этого не случилось. Мы год постарались и думали, ну, в этом году попадем. А получилось вот оно как, что Александр Васильевич нас взял в высшую лигу. Впрочем, некоторые из них на Первом канале уже успели засветиться. Например, Стас Моторный, благодаря своей похожести на популярного КВНщика вышки, принял участие в одной из игр высшей лиги. Похожести – это вообще изюминка Кембриджа. У нас есть определенная фишка, за которую нас помнят, за которую нас любят кто-то, уважают. Это наши похожести. То есть мы, для вас это, наверное, секрет, для телезрителей тоже, мы команда, которая состоит полностью из звезд. То есть у нас в команде играет и DJ Smash, и Филипп Киркоров, и даже мультяшные персонажи, такие как Мистер Бернс. То есть, мне кажется, именно это секрет обаяния для нас. Кембридж – самая титулованная из местных команд КВН. Но Кузбасс и прежде имел юмористические традиции. Впервые команда КВН из Кемерово в высшую лигу попала в 1994 году. «Сибирские богатыри» – так называлась эта команда, представляющая КУСГТУ, тогда еще КУСПИ. Сегодня ее актриса Лариса Степанова о славном юмористическом прошлом говорит с легкой грустью, но замечает о том, что было ни она, ни ее сокомандники, с которыми она работает по сей день, не жалеют. КВН – настоящая школа жизни. «Опыт, количество, оно рано или поздно перерастает в качество. Здесь самое главное, всегда говорю ребятам, которые начинают играть в КВН, что вы всегда обязательно достигнете результата, если вы не бросите этим заниматься. Просто не бросайте, и успех к вам придет. Но если немножко человек двигается, двигается, и остается, может быть, сделать один шаг, и он останавливается, но он только как по экскалатору скатится вниз, и будет опять начинать все с нуля. Здесь самое главное – не останавливаться». Вот и ребята из Кембриджа останавливаться на достигнутом не собираются. 4-5 часов в день ежедневно – именно столько посвящают КВНу. Собираются в студенческом клубе Кимтипа, а то и просто в пустой аудитории. Уже начали понемногу сбивать программу будущего выступления. В Москву они отправятся ближе к концу февраля. Первую игру в высшей лиге Кембридж сыграет уже 3 марта. Соперники – самые серьезные сборная Казахстана и команда КВН «Ботанический сад». Так что поймают ли кемеровчане за хвост Кевина, КВНовскую птицу удачи, узнаем в самое ближайшее время. Ольга Коваленко, Павел Пасечник. Видимости. Телекомпания «ТВ-Мост». Телекомпания «ТВ-Мост».